Олег Кожемиака ценил паводковую ситуацию в Спаске Дальнем. Уровень воды не является критическим. В настоящее время незначительно подтоплены автомобильные дороги. Однако вода опять зашла во дворы, идет сход стоков с сопок. Кроме того, вода вновь пришла в приусадебные участки и частично в домовладение. По словам главы региона, выплаты за испорченное водой имущество уже начались. Более 4 тысяч человек подали документы на получение материальной помощи в связи с полученным ущербом имуществу. Почти тысячи заявок уже исполнены. Деньги переведены людям. Жители подняли вопрос также по расчистке русел рек Спасовка и Кулешовка. По словам губернатора, эта работа будет продолжена после спада воды текущей осенью. Муниципалитет усилят дополнительной техникой, которую уже сейчас начинают закупать. Ну вот сейчас уже с Олегом Андреевичем мы, вот они подняли старые карты, те, которые там 60-е, 70-е годы что-то делали. Тут же, где эта речка сливается, Кулешовка со Спасовка, там получается такой подпор друг к другу идет. То есть там нужно будет просто уже осенью делать. Будет делаться, да, осень? Да, да, да. Мы закупаем ему сейчас. А серебрианки, шлюзы будут ставиться? Ну мы сделаем вот весь вопрос в том, что вот этот канал, который он идет, значит, дальше туда и должен выходить в Канк, ну по большому счету, он там теряется дальше. То есть, поэтому его нет. Вот нужно будет... Нормального выхода нет. Да, нужно будет 5-6 километров делать русло с тем, что мы наскидывали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова